друзья у нас такой ураган ночью сейчас и вот его последствия хорошо что это машина не оставил смотрите что творится у меня все цветы и улетели вот там было дерево кстати всем привет я когда увидела вот это думаю блин видите дерево огромное стояла как вот это и она завалилась у нас ураган страшно просто пипец какой-то все летает у меня земли полный дом горшок улетел несмотря на то что все закрыто горшок улетела земля все равно вообще сели очень не сегодня предстоит опять уборка смотрите что творится еще машина стояла в другом месте вон там я когда шла в спортзал и и переставила сюда хорошо так вы представляете вообще последствия урагана на пальме до майорка женщину одну пальму убила представляете пальму упала и прям на неё в присутствии ребенка и мужа у них там у мужа и у ребенка была стирка чарли чарли вот и представляете присутствием также вот упала и пальмы все вообще какой-то ураган даже название есть вот я уже вся в листьях смотрите какая страсть даже не думала что все летает я на крыше на свою который у нас крыша наверху расположила лестницу во первых к нам надо развернуться сосед мужу говорит ну говорит культурно так ему просто сказал не сказал там вот у вас крыша стучит она да постукивает там один шуруп выскочил и значит бьется и постукивает и он говорит что не могли бы что-нибудь сделать говорит спать не дают не могу ну и я пошла это мы решили как надо это все сделать надо только купить там штуки и данную руку конечно разворачиваться не не зашибись ну ладно вот но пока я просто положил у нас лестница же огромная есть и положила лестницу на нее сверху и вы знаете правда не шумит и она такая лестница тяжеленная здоровая в общем все хорошо необычно всегда там выезжаю на там видите все перекрыто чему ужас как что творится у нас были все эти дни ветра но не до такой степени что представляете деревья валится поехала я на работу но тепло не я бы не сказала что холодно нормально я вот в таком тоненьком свитерочки а процент вы знаете у меня есть Вот, у нас тут мы вот в деревне, скажем, ну, в деревне, да, на горе. Такие отношения у всех, как сказать-то, дружеско-соседские, что ли. Сейчас пришел, там у нас на площади магазин есть, ну, всякие сувениры. Вот, пришел, говорит, на, говорит, тебе принесли ремень вчера, этот, ну, как его назвать, почтальон. А я заказывала, и вот, ну, молодец, почтальон, потому что сейчас мне пришлось ехать на почту, стоять там 3 часа, и он просто отдал. Знаете, что мы все друг друга знаем. Вообще классное такое это, ощущение создалось. И вот мне, потому что этот, смотрите-ки, весь заляпанный в краске, весь пипец. Смотрите, видите, из-за краски. Я заказала себе вот такой, думаю, что на нем не так все будет видно. Вот, то есть с этой стороны какой-то ремень. Чарли всегда на коленках сидит. Вот, и сейчас поменяю. Он, конечно, долго очень шел, этот ремень. Но я так надумала, на зиму прям подойдет такой цвет. Можно потом другой заказать. Кстати, этот ремень я заказала благодаря вашим комментариям. Если честно, я уже не помню, кто мне такой комментарий. Я помню, когда говорила, что весь этот, и думала, где, и я даже не подумала про Алиэкспресс. И кто-то мне написал в комментарии, что можно заказать там. Я тут же залезла и заказала. Так что пишите комментарии. Все читаю, кстати. И сериал тоже сейчас начну смотреть. Не помню какой. В комментариях посмотрю. Вот, сейчас поменяю. Ремень. А тут вообще страсть страшная. Видите, какой? От красок, когда голову мою клиентам. И вот он замазывает. Он потом отмывается. Но ненадолго. Потому что, ну, сами понимаете, парикмахер. Такое дело, что вот так вот. Не знаю, правда, как это все делается. Но думаю, что пойму. В общем, вот так все это выглядит. Даже подходит под мой свитерок сегодняшний. Видите? Интересный цвет. А этот отмыть и положить. Кстати, хорошо это убирается. Немного он другой замок. Но все-таки. Приехала в Ашан. Вот. Взяла сумочку. Как всегда, что ты с телефоном прыгаешь? И сейчас я... А, кофейный напиток. А еще хочу, знаете что? Хочу печенку купить. Либо пожарю, либо еще что-то сделаю. А, нет. У меня в мыслях было сделать паштет. Я помню, что я хотела печенку. А для чего, не знаю. Теперь хочу паштет сделать. Там девушка стоит. Спортзала тоже. Ладно. Буду сейчас смотреть. Кстати, пришлось видео. Знаете, наверное, сейчас приду. Буду его перезагружать. Потому что там есть откуда... В каких-то местах музыка. Просочилась. Я так, как вчера, поздно его загружала. Сегодня утром не досмотрела, как говорится. Тележку взять, что ли? Так что приду домой. Перезагружу его. А, и ананасик надо взять. Вот. Сколько здесь всего. Ананасик. И в мясной отдел пойду. Схожу. Вот сложный выбор всегда. Ананас. Вот в Алькампу самый дешевый ананас. По 81 центу килограмм. Слушайте, мне, наверное, вот этот приглянулся. Большой. И маленькая вот эта головешка. Так что, вот так. Пойдемте еще фруктики какие-нибудь посмотрим. Может быть, есть какие-нибудь вкусняшки. Так. Моих яблок вкусных нет. Разные грибы продаются. Сейчас сезон грибов. Но что-то нет. Не особо грибов, конечно, много. Манго. Манго у нас по 2,29. Черемоя. По 1,50. О, какой дешевый. Сушить. По 1,59. Вообще, копейки. Надо же. Но обычно всегда дорогое. Взяла вот в прошлый раз. Я помыла вот такое. Китайское. Такая каша. Какая у меня прям вышла. Поэтому даже боюсь. Яблочек, может быть, взять. Ну-ка, понюхаем. Вообще, ничем не пахнет. Ничем не пахнет. На вид зато выглядит хорошо. Ладно. В общем, сейчас буду я смотреть. Что я хочу. Кого хочу, не знаю. Кого знаю, не хочу. Виноград. Виноград очень люблю. Но он, зараза, такой калорийный. Что, блин, от него так попа растет. Мама не горю. Всякие ягоды. Ладно. Буду выпирать. А то мы тут с вами будем еще треш кружиться 3 года. Так, где у нас печенка? В каком месте? Это утки. Утки. У-у-у. А где? А вот тут у нас куриная печенка. Ой, желудки, что ли? Ты пупки? Или что это такое? Мой ехас. Ну, надо же. Так, это, наверное, печенка. Может быть, из куриной печени сделать, а? А такую пожарить, как вы думаете? Наверное, возьму вот эту. 2 евро стоит. Вот, 450 грамм. Обычная печенка, где есть, например, говяши, свина. Блин, что-то так холодно тут, что я вся заколенела. Блин, какая вот это вкуснятина. Типа нашего сальтисона, помните? Кто кушал? А это типа ливерные колбасы. Тоже очень вкусные. Так, что-то я не вижу здесь печенки. А, вот тут, наверное, это свиная печень. Да. Так, а что, говяши с той стороны? У нас колбасы продают, молбасы. Боже, как тут холодно. Ух, еду вопадашь. Так. Где-то здесь ты, где-то здесь. Сам горизонт. Там что-то нету. Нету. Придется свиной взять. Ты где-то там сало. Ешьте сало, чтоб свисало. Нету, слушайте. А так хотелось. Пойду свиную возьму. Что ж теперь? Без печенки, что ли, оставаться? Ладно. Может быть, я что-то не заметила? Нет. Я вот такой бекон взяла. И здесь, значит, написано, что апруксидамин 420 грамм. То есть, более-менее 420 грамм. Ну, где-то там. Но обычно разница там 5-10 грамм, да? Получается. Вот. Ну, я что-то смотрю. Я же продавец. Кусок какой-то маленький. Смотрите. Поняли, да? Здесь написано. То есть, почти 100 грамм. Ну, блин, он мне понравился, потому что здесь жира мало. Знаете, для чего взяла? Хочу этот, гороховый суп сварить. В общем, везде, везде кругом обман. Ну, хотя ничего не обман. Он, блин, орехи вот эти, какие вкусные. Почем они? Евро 69, 16, 17 килограмм. Офигеть. Ну, блин, они вкусные. Давайте один попробуем. Ммм. Ммм. Надо было еще штуки три взять. А он жрут тоже. Что мне в бекон не доложили, то я сама доем. Имею право. Вот, смотрите, я варила. Например. Ой, как тут совсем мало. Смотрите, здесь 150 грамм. Стоит из айвы мармелад 2,50. Видите? Вот, 400 грамм. Но это не... Но он, видите, какой не особо хороший. 2,79. То есть, видно, да, какой дорогущий. А вот есть он с вот этим вот кесо-фреско. Ну, это как свежий сыр. Ну, типа между творогом и все-таки. Вот. И вот сейчас муж все время у меня говорит. Почему не купишь сыр? Почему? Потому что я забытаю про него. Я его не ем, поэтому и не помню. Надо купить, которого хочу. Я маленькие пропорции хочу. Такого, которого хочу, нет. Что, опять обойдется? Все, видео перезагружается. Вы представляете, мне сейчас звонит муж. Не звонит, а шлет СМС и говорит. Я вчера лазила в его телефоне и поменяла язык. То есть, на русском все сделала. Ну, там легко менять по ВАСАПу язык. Там просто кнопочку. Ну, вы знаете, да? Он мне сейчас, значит, говорит. Я ему объясняла причем сто раз. Но дело не в этом. Он у меня в одно ухо летит, в другое вылезет. Так он говорит, что пришел в банк. Ему что-то надо было сделать. И в банке не смогли поменять. Я ему шлю СМС. Говорю, ты, говорю, наверное, шутишь? Потому что это не может быть. Не может такого быть. Ладно, они русские. Так они английские. Ну, это все знают. Как в ВАСАПе поменять этот... Как его называется-то? Господи. Язык. Я говорю, ну ладно, ты не знаешь даже. Залезь в Ютуб. Там тебе все покажут. Вот я сейчас 15 минут объясняла. Фотку сделала. Как это? Скрин-шоу называется? Или как там? Вот фото. Написала стрелочкой, что нужно нажать. Что нужно это вот, как говорю, вот как будто ты это не хочешь. Видишь, дошло. Аллилуйя. Я говорю, а ты это не мог делать раньше, когда ты в банке был? Позвонить мне, говорю, и передать трубку этой глупой женщине, которая выучилась на банкира, там выработает в банке, и не знает, как поменять язык в телефоне, говорю. Я бы этой дурочке, говорю, объяснила, открыла бы ей Америку и объяснила бы ей, как поменять язык в телефоне. Не представляете? Вот вы верите в такое? Нет, конечно, если кто не знает, там, знаете, кто не менял никогда этот язык, может быть, да, вот я тоже, я же тоже не знала, вот, но человек работает в банке. Здесь в банке почти все разговаривают на английском, еще бы и английский язык есть, то есть по-любому как-то, ну, это легко, но если, говорю, даже не знаешь, говорю, ну, залезь в YouTube, там тебе, говорю, все покажут, все расскажут, Вот, что, куда нажать? Хлопости какие-то. Так, на обед у меня сегодня будет жареная рыбка с луком. Вкусняшка и, наверное, картошечки отварю. Как вам такая идейка? Мне кажется, вот так вкусно будет. Приступим. Субтитры сделал DimaTorzok А пока у меня там все жарится-парится, я сейчас пропылесосю, смотрите. Смотрите, как у меня тут намело. Пипец. Видите? У меня горшок свалился, вот этот с розой. Вот, и валялся. И вот, все тут открыто, все закрыто, все непонятно, что. В общем, ураган такой. Блин, буду пылесосить. Я тут вышла на балкон, пылесос у меня на балкон. Смотрите. О, боже, он скоро зацветет. Боже, какая будет красота. Все-все шишечки, смотрите. Так, что будет у меня скоро? Декабриз цвести. Да, а этот, конечно, повалялся. А еще у меня растет, по-моему, вот эти вот наклевываются. Это коалы, помните? Они у меня почему-то, листья отвалились. И вот, смотрите, наклевываются, видите? Так, что вот так. Ялочка моя. Да, тут, короче, надо убираться. Мне тут земли дохера. Ой, что-то. Что-то, по-моему, она роза еще и болеть начинает смотреть. А, нет. Вот это вот что-то мне не нравится. Видите, вот тут какие-то штуки. Не видно. В общем, я это отрываю и выбрасываю. Обед мой готов. Рыбка с оливочками и картофан вареная. Всем приятного аппетита! Зима. Крестьянин трождествоя на дровнях обновляет. Что там ход? Вот так вот у нас ходят. То в шортах, то в шапках. Я уже дома. Ищу, где... Еле живая. Я сегодня на два класса сходила. Сейчас пойду печенку замочу в молоке. На завтра у нас будет печенка. Правда, с чем, не знаю. Наверное, с салатиком. Хотя салатик у меня нет. Значит, что? Поедем в магазин. Я не могу. Вот так вот каждый день. А куда деваться? Вот такие вот у нас пироги. Завтра будут. Пожарю печеночек в манке. Вы знаете, муж никогда не ел такую печенку жареную. Здесь как-то ее так не жарят. Здесь обычно с луком, с вином. Вот так вкусно, Дошик. Знаете, как по-деревенски. А вот так, чтобы обжаривать в муке либо в манке, такого они не ели. Ему понравилось. Вот. И вот что-то захотелось. Ой, у меня же там еще и паштет. Паштет, наверное, забацаю. Быстренько снимать не буду, потому что все буду делать быстренько. И рецепт возьму откуда? Из Ютуб. У меня своего нет. Я никогда, если честно, не делала паштет. Поэтому попробую. Получится, не получится. Значит, там не получится. Да-да. Все получится. Вот. Вот такие у нас дела. Сейчас я пока немного отдохну, потому что даже ходить не могу. Блин, так назанималась. Вообще, с вами буду прощаться. До завтра. Всего вам самого лучшего. И встретимся с вами завтра. Пока-пока.